Приветствую вас, дорогие зрители канала СМИРУ ПО ФАКТУ! В этом выпуске я расскажу вам о самых необычных местах нашей планеты. Их, конечно же, огромное количество, но я выделил 5, которые, на мой взгляд, очень интересны. Итак, поехали! Тарвас в Туркменистане. Тарвас – это горящая пещера в Туркменистане. Представьте, кругом пустыня и вдруг среди песков кратер, из которого вырывается пламя. Настоящий вход в преисподнюю. Местные жители называют это место вратами ада. Здесь, в самом центре знаменитой пещеры Каракум, находится горящий кратер диаметром в 60 метров и глубиной 20. Газ в колодце идет прямо из земли, разделяясь на множество факелов. Отдельные языки пламени достигают 10-15 метров в высоту. В 1971 году геологи в Туркменистане бурили скважину для добычи газа и наткнулись на подземную яму. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась вниз. К счастью, люди при этом не пострадали. Из техногенного кратера пошел природный газ. Чтобы никто не отравился в округе, его подожгли. И вот с тех самых пор горят негасимые факелы, пугая туристов и кочевников. Солончак Уюни Солончак Уюни – крупнейший в мире солончак площадью 10,5 тысяч квадратных километров. Он расположен на юго-западе Боливии. Сверху солончак покрыт твердой коркой соли различной толщины, от нескольких десятков сантиметров до 10 метров в центре. В сезон дождей с ноября по март солончак покрыт слоем воды до 30 сантиметров. Когда тонкий слой воды покрывает поверхность солончака, создается зеркальный эффект. Облака видны не только сверху на небе, но и снизу под ногами. Пейзажи просто невообразимые. Впечатление, как будто люди и автомобили парят в облаках. Остров Кукол в Мексике Попасть в это царство страха можно на лодке. Открывающиеся виды придутся по вкусу поклонникам фильмов про куклу-убийцы Чаки. Каждое дерево и каждая постройка на острове увешаны жуткими куклами с пустыми глазницами, сломанными конечностями и раздробленными головами. Все это на острове устроил парень по имени Джулиан Баррера. Однажды, когда в канале утонула девочка, он случайно нашел на месте ее смерти куклу. Веря, что игрушка связана с духом усопшей, Баррера оставил ее на острове. А потом нашел другую куклу. И уже не мог остановиться, продолжая собирать выброшенных на помойку кукол в течение следующих 50 лет. Спятивший мексиканец, который, к слову, любил закладывать за воротник, даже выстроил на острове Шалаш, где и поселился. Коллекция изуроданных игрушек продолжала расти. Как-то раз островок внезапно ушел под воду, а вскоре снова всплыл. Однако его обитатель к тому времени уже бесследно исчез. Остались лишь куклы, посмотреть на которые сегодня ездят неравнодушные к страшилкам туристы. Долина Смерти на Камчатке, Россия. На Камчатку проезжает не так много туристов. Однако, если вы все-таки когда-нибудь окажетесь там, будьте осторожны. На территории Крановского заповедника находится Долина Смерти. Забредающие туда животные погибают от отравления. Такая же участие ожидает человека, если он проведет там слишком много времени. Секрет долины в ядовитых газах, поднимающихся в этом месте из земных глубин. В мире есть несколько подобных мест. Но рецепт отравляющего коктейля с Камчатки особо опасен для всего живого. Как выяснили ученые, он довольно быстро вызывает паралич, поэтому зверь хоть и чувствует опасность, но не может покинуть долину. Остров Пасхи в Чили. Одним из самых таинственных мест на Земле является остров Пасхи, на котором стоят огромные, вырезанные из камня фигуры гигантам, росшие в землю под тяжестью тысячелетий. На острове Пасхи больше никто не знает секрета изготовления и перемещения, а также установки этих гигантских статуй, ростом до 21 метра и весом до 90 тонн. А ведь их нередко перемещали за 20 с лишним километров от карьеры, где работали древние скульпторы. Сейчас на острове, где когда-то процветала могущественная цивилизация, едва теплится жизнь, и никто не знает, откуда взялись таинственные строители и куда они потом исчезли. На этом все. Какое из этих мест произвело на вас наибольшее впечатление? Пишите об этом в комментариях. А если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, мне будет очень приятно. Всем хорошего настроения и позитива. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok